Сегодня я расскажу тебе о видеокарте Gigabyte, которая станет настоящей находкой для геймеров и профессионалов, работающих с графикой. Мой опыт использования этого устройства позволит тебе лучше понять, на что оно способно. Погрузимся в мир высоких технологий и выясним, чем же она так хороша. Протестировав эту видеокарту, я остался впечатлен ее техническими возможностями. Оснащенная графическим процессором AD104 и интерфейсом PCI-Express 4.0 x16, карта обеспечивает максимальную частоту ядра до 2655 МГц, объем памяти в 12 ГБ на базе GDDR6X и частота памяти 1313 МГц, позволяют с легкостью справляться с самыми требовательными задачами и играми. Одной из важнейших особенностей является использование прогрессивной микроархитектуры ADA Lovelace, что в сочетании с технологией NVIDIA DLSS 3 значительно повышает производительность. Благодаря тензорным ядрам 4-го поколения и артиядрам 3-го поколения, видеокарта достигает удвоенного прироста производительности. На операциях трассировки лучей по сравнению с предыдущими поколениями. Не менее важная система охлаждения Windforce, которая эффективно справляется с отводом тепла, а защитная металлическая пластина и кронштейн предотвращают деформацию конструктива под тяжестью компонентов. Световая технология RGB Fusion добавляет эстетику, позволяя настроить подсветку под свой стиль, подводя итог, если ты в поисках мощной и надежной видеокарты, которая преобразит твой игровой опыт, и справиться с профессиональными задачами по обработке графики, обрати внимание на эту модель. Протестировав эту видеокарту на нескольких топовых играх, я получил действительно впечатляющие результаты. Начнем с Cyberpunk 2077, где на настройках видеокарта показала 91 фпс при разрешении 1080p, что гарантирует плавную и красочную картинку. На 2к разрешение фпс уменьшается до 63, а на 4к до 32, но при этом качество изображения остается на высоте. В Baldur's Gate 3 видеокарта справляется еще лучше, 144 фпс на 1080p и впечатляющие 137 фпс на 2к. На 4к разрешение результат составляет 76 фпс, что также является отличным показателем для такой графически насыщенной игры. Assassin's Creed Valhalla и Alan Wake 2 также подтвердили высокий уровень производительности этой видеокарты. С 91 и 94 фпс соответственно на 1080p. Даже на 4к видеокарта справлялась достойно, достигая 52 и 40 фпс соответственно. Особенно хочется отметить, что при увеличении разрешения экрана, хоть производительности падает, технологии NVIDIA DLSS и AMD FSR эффективно помогают увеличить частоту кадров, что позволяет наслаждаться высокой детализацией без значительной потери в производительности. Это делает видеокарту отличным выбором для тех, кто стремится к максимальному погружению в игровой процесс на любом разрешении. На этом мой обзор подходит к концу. Не забудь воспользоваться специальным промокодом из описания под видео, чтобы получить выгоду при покупке. Твое мнение о видеокарте очень важно для меня, поэтому не стесняйся делиться им в комментариях. Если тебе понравилось это видео, оставь лайк и подпишись на канал Device, чтобы всегда быть в курсе полезных обзоров. С тобой был я, до скорых встреч у новых видео!